К нам присоединяется Андрей Пянтковский, известный публицист, политический деятель. Андрей Андреевич, здравствуйте. Как всегда, очень рады вам в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Сергей. Правду на русском языке действительно говорить легко и приятно. Саммит, в общем, извините, со звуком у нас нормально? Со звуком у нас все хорошо. Андрей Андреевич, чем вы объясняете личное участие Джозефа Байдена на саммите НАТО в предстоящем? Ну, во-первых, это давно планировалось. А во-вторых, это наступил решающий момент в русско-украинской войне. Вы понимаете, так называемый мятеж Пригожина, это было гораздо более широким явлением. И я считаю, что для тех людей, которые за ним стояли, он кончился удачей. Основной результат – резкое ослабление личной власти Путина в этом мафиозном государстве. Но это понятно. Всегда в демократическом государстве позиция первого лица, она более устойчива, чем в тоталитарном. Потому что в тоталитарном все основано на подчинении членов мафии. И когда бросается вызов, который остается безнаказанным, авторитет первого лица, второго лица, мгновенно падает. А 24 июня, после такого внушительного выступления президента, где он охарактеризовал Пригожину как предателей, изменников, о том, что они уже привлечены к ответственности, получат по 20 лет, В течение всего дня его приказам явно не подчинялись или саботировали очень ключевые военные структуры. Но мы видели самую потрясающую, конечно, сцену. Она войдет в будущие альномонахи истории. Это как бандит Пригожин без боя занял штаб Южного военного округа и по-приятски беседовал с двумя генералами, заместителем министра обороны и заместителем начальника генерального штаба, требуя от него выдать их начальников, Шойгу и Герасимова, которые только что бежали из этого здания. А те отвечали, да забирай их, а если тебе надо. Вот это демонстративное неповиновение всегда ослабляет фигуру первого лица. И это поняли в Соединенных Штатах. Я вот поделюсь наблюдениями здесь. Может быть, они поняли это даже лучше, чем мы с вами, потому что их разведка имеет доступ, они слушают телефонные разговоры в бункере. Вот президент Байден несколько... Вы помните, как осторожненько американцы вели себя в первые часы, первый день мятежа. Они там, тот же Бернс звонил Монорышкину, объясняли, что мы тут ни при чем, вы не волнуйтесь. И по слухам, а я полагаю, что так именно было, они советовали украинскому руководству в этот день, в это время не раздражать россиян ударами по российской территории и так далее. А после этого Байден уже заявил абсолютно, он сказал, Путин абсолютно викинг, Путин абсолютно ослаблен. И резко, резко активизировался процесс принятия решений по двум важнейшим для Украины вопросам. Об этом пишут все источники сейчас. Это передача дальнобойных ракет и передача кассетных боеголовок. Американцы перестали бояться Путина. Но это понятно, что человек, внутри которого возникло неповиновение, который не может убить Пригожина открыто, такой человек не может и отдать приказ на ядерный удар, потому что он не будет исполнен его подчиненными. И вот эта новая сложившаяся атмосфера, она требует сейчас, конечно, чтобы... Я надеюсь, что президент Зеленский будет участвовать не онлайн, а оффлайн. Требует очень доверительных разговоров о завершающем стадии русско-украинской. Не той вот странной истории с визитом Бернса, по которому, ну, по-моему, президент Украины и генерал-хамановщик за ужин, они не скрывая своего раздражения, говорили об этой поездке и ее освещении в американской прессе, в частности, в Вашингтон-Пост. Андрей Андреевич, хотелось бы уточнить по поводу одного из главных событий, ну, или это не события, а явления, захват Запоросской атомной станции и угрозы вполне реальные с ее подрывом. Вот буквально в течение последних часов Украинская Минобороны сообщала, что эта угроза нарастает, на нескольких энергоблоках заметили некие устройства, которые могут быть предназначены для того, чтобы все-таки подорвать эти энергоблоки. А Вы говорите, что мятеж Пригожина ослабил власть Путина настолько, что он уже не даст команды на подрыв. Можете объяснить, потому что тут вот, получается, как-то оно не складывается одно с другим? Я, да, как раз, я, это рискованно давать прогнозы относительно событий, которые случатся завтра. Но я, это мое твердое убеждение, что в этой атмосфере такие решения, как ядерный удар или близкая к нему ядерно-техногенная катастрофа, в такой атмосфере подрыва путинской власти и отсутствия единства в руководящей верхушке. Слушайте, ведь в чем смысл был этого? Что в чем идея была людей, которые стоят за бунтом Пригожина? Посмотрите на всю эту публицистику Пригожина в последние дни перед своим походом на Москву. Он говорил, не мы, не мы придумали эту гребаную спецоперацию, не мы развязали эту, как же он сказал, извините, я его процитирую, безмозглую педорастическую войну. Не было никакой угрозы Донбассу, говорил Пригожин, ни от НАТО, ни Украине. Явно очень влиятельная группа руководства, до большинства, я думаю, настроена на выход из войны каким-то образом и в этой атмосфере давать приказ на уничтожение Запорожья. Я скажу так, я на 99% уверен, что этот приказ не будет выполнен, и может быть, Путин его отдаст, но в этой атмосфере такой приказ не будет выполнен. А если 1% и какие-то люди это осуществят, то не только масштабнейший будет западная реакция, но он уверен, что произойдет второй мятеж, и Путина окончательно снимут. И на такой риск он не пойдет. Хотя какие-то люди в Москве уже объявили, это как в романе Маркеса, заранее назначили объявленное преступление. Они объявили, что это ночью будет на пятой. Ну давайте поговорим завтра, пятого днем. Давайте, мы не против. Ну вот вам вторят вашим словам, вторят и аналитики Нью-Йорк Таймс. Они говорят, что попытки Путина покупать лояльность силовиков, а вы говорите о его сниженном на них влиянии, и вот эти попытки могут привести к новым поражениям и мятежам. Все настолько серьезно, Путин уже настолько не управляет силовиками. Еще раз я повторюсь, с чего иначе. Вот они там, в Вашингтоне и Нью-Йорке, знают лучше, чем мы с вами атмосферу. Потому что они слушают буквально все телефоны. Вот меня это поразило, вот этот переход от осторожненького Байдена. Да нет, мы тут ни при чем. И вдруг он робит уже правду матку. Absolutely Viking, давайте, даже он добивается, вот я сегодня читал, он добивается от Конгресса снятия ограничений на кассетной боеголовке. Там по какой-то есть примечание, какому-то закону, запрещающий эксперт кассетной боеголовки. Андрей Андреевич, ну кассетной боеголовки и Атакамса, это, конечно, очень хорошо, хотя пока мы видим только обещания. А что с F-16? Из Америки снова поступают нам сигналы, что раньше Нового года не ждите. И эта история странная с обучением. Что, да, конечно. Что, ну что тут, ну мы же, эти странные истории мы видим два года. Это происходит, потому что там есть борьба двух концепций. Двух лагерей уже, прямо противостоящих друг другу. Это Блинкин и Остина. Они отвечают на вопрос цели Соединенных Штатов, победы Украины. Победы Украины, ослабления. И в концепции Селливана и Бернса. И эти два человека за два года войны ни разу не выдавили из себя слов победы Украины. Вот Селливан выдавил такую концепцию не о поражении Украины, лукавую. И в лучшем случае они говорят о каких-то успехах на поле боя, чтобы усилить переговорную позицию. Этот лагерь упорно сопротивляется решающей поддержке Украины. Но каждый раз, каждый раз проукраинская часть администрации продавливает все-таки предоставление тех или иных видов вооружения. И сейчас их позиции резко усилились вот с этой атмосферой, атмосферой падения власти Путина. Что касается F-16, что позитивно? Позитивно то, что уже на прошлом Рамштайне политическое решение было провозглашено. Так что сейчас задержки, которые вы правильно иронизируете, что какие-то вопросы с летчиками. Летчики давно обучаются. Мы слышали это уже 3-4 месяца, что летчики обучаются, украинские летчики. И в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и в Польше, даже во Франции. Еще Макрон, когда во время визита Зеленского, он говорил, что французские, украинские летчики обучаются на миражах. Я думаю, что в этой атмосфере политическое давление на администрацию Байдена будет настолько сильно и со стороны Конгресса, между прочим. Республиканская партия очень нам помогает, выбрав стратегию избирательную антитрамповскую. Атаковать Байдена не за помощь, а за недостаточную помощь Украине. И я думаю, именно поэтому очень важно присутствие Байдена в Вильнюсе. Затем на следующий день, 13-го, он председательствует в Хельсинки на встрече Соединенных Штатов с Северной Страной. И я не исключаю, что он, может быть, 14-го июля, в последующем, мы очень все хотим, появится в Киеве и объявит о ускорении поставки самолетов F-16. В Вильнюсе готовят саммит, о котором мы много говорим, а самих россиян в России готовят к капитуляции. Об этом вы на днях говорили. Можете побольше рассказать, почему вы так считаете? Какие факты свидетельствуют, по вашему мнению, что россиян готовят к капитуляции в этой войне? Я скажу, готовят к капитуляции партия почетной капитуляции. Верхушка, мое видение, совершенно в Москве так. Абсолютно все понимают, что Россия войну проиграла. И верхушка разделилась на два лагеря. Путин и его ближайшее окружение, его сторонники, сохранившиеся, это партия почетной ничьи. Вот все, что добивается сейчас Путин, почетная ничья. Он забрасывает к вам всяких миротворцев, там, Попу Римского, там, я не знаю, африканских лидеров, Лиду Хуэ и прочих. С одной и той же идеей перемене, часть украинской территории остается в России, Путин продает это своему населению как почетную ничью и сохраняется у власти. Но значительная часть российских политических деятелей и военных понимают, что это нереально, что и Украина, и Запад не дадут Путину эту почетную ничью. Этих людей я называю партией почетной капитализации. Они понимают, что придется уйти на границе 1991 года. Это же не надо никаких иллюзий о них. Это не какие-то принципиальные противники войны. Это такие же преступники, как и их противники. Еще полтора года назад все они были в одной партии. Эта партия называлась «Киев три дня», «Нато собирайте монатки» и убирайтесь вон. Сейчас они поняли, что поражение неизбежное и надо решать спасать то, что им намного более ценно, чем захват Украины или мировой господство. А именно власть и громадная собственность внутри России. Вот это они хотят спасти организованным выходом из войны. И, собственно, вот та поддержка, которая оказывалась такими структурами, как, я уже сказал, игру Министерства обороны и третье управление КГБ, военная контрразведка. Без их содействия Пригожин не мог бы такую масштабную демонстрацию привести. Показывает, что за этим стоят очень влиятельные люди. Ну, вы смотрите, заявление крупных политиков неожиданно в том же плане. Ну, вот для украинцев очень показательно, конечно, Затуллин. Это спиртельный враг Украины, который ненавидел Украину с 90-х годов, разрабатывал планы уничтожения. Когда Путину это и в голову не приходило, он тогда занимался еще крышеванием бандитского бизнеса в Санкт-Петербурге. Никаких геополитических фантазий. Так вот, Затуллин заявил открытым текстом, мы проиграли, Украина навсегда останется независимой от нас, и она никогда не будет нейтральной. Это настроение, которое охватывает сейчас российскую политическую верхушку. И еще раз, возвращаясь к самому острому сегодняшнему вопросу, это не то строение верхушки и не та абсолютная власть Путина, в которую он может отдать приказ об взрыве Запорожской АЭС. На кого эта верхушка может Путина поменять? Ну, поменяет. Да, кстати, вот задаю такой вопрос. А почему же Пригожин остановился в 200 километрах от Москвы и не пошел в Москву? А эти люди, они, это солидные, как они себя считают, они не хотят прийти к власти через там уличные бои в Москве, они не хотят войти в кремлевские кабинеты по тропам путинских охранников. Они туда хотят войти законно по указам назначенного по Конституции исполняющими обязанностями президента Мишусина. А там уже как-то они их будут делить. Еще раз хочу сказать, это преступники. Это преступники, я не реализирую их, но это преступники, готовые уйти с Украины, принять ультиматум и уйти на границы 1991 года. И в этом плане мы должны их поддержать и пожелать им успеха, потому что мы все равно победим, но цена победы будет разной. Если победит эта партия, почетная капитуляция уйдет, этим сохранятся жизни десятков тысяч украинских солдат. Ну, кстати говоря, о Мишустине многие говорят, что он устраивает и Китай. Какие сигналы мы сейчас можем считать из Китая? К чему они готовятся? К какому варианту развития событий? Ну, кстати, спасибо, что вы мне напомнили. У меня есть очень важный аргумент для моей концепции. Удивительно, ну, я же не все так внимательно читают Пригожина, как я. Я читал все его выступления. Что меня удивило? Последние две недели в каждое свое выступление он сталкивал такой абзац. Ни в коем случае нельзя применять ядерное оружие. Даже угроза применения ядерного оружия – это шантаж. Это вот преступные идиоты делают там шойгу, это ни в коем случае нельзя. И еще тот же самый абзац был в выступлениях Затулина. Ну, Пригожин – это вообще уголовник. Полжизни он провел в лагере, вторую полжизни в бандитском переводе. Откуда у него вообще в голове мысли о ядерной стратегии? Он абсолютно не по этому делу. Явно это вписывало туда вот такое идеологическое руководство этой партии, партии почетной компиляции. А эта мысль им, конечно, продиктована Китаем. Китай крайне болезненно относится к теме ядерного шантажа. И Путина они это прямо говорили. Но не потому, что они такие замечательные и любят Украину или весь мир. Просто использование ядерное оружие, оно приведет к тому, что три или четыре государства-соседей Китая, опасающие экспансию, немедленно сами разработают свой ядерный проект. И Китай потеряет. Это совершенно не устраивает китайцев. Это для них железное такое табу. Это позволяет мне допускать мысль, что через Мишустина... Кстати, эти вот тезисы, они, допустим, в ядерной войне у Пригожина и у Затульна появились после возвращения Мишустина из Пекина, где его, кстати, принимали с протокольными почестями первого лица, фактически даже... И царицами соблазняли. Было такое, да. Да. Андрей Андреевич, спасибо огромное за этот разговор. Андрей Пьянковский присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо. Спасибо.